Доброго здоровья, дорогие! И сейчас продолжение повествования о том, как первый космонавт Земли планировал свою жизнь здесь, в этой реальности, с той стороны завесы. И предыдущее видео остановилось на том, как шла подготовка к его рождению, период беременности частями. Беременность относительно прошла гладко и приближается момент рождения. К этому моменту четырехмерное я Юлия вместе с девушкой направляются в зал. Входят в зал, где стоит капсула. Капсулы. Подходят к одной из них. Она открывается. И он ложится в неё. Она закрывается. Девушка что-то делает около неё. И она заполняется газом. И смотрю, из более высоких измерений направляют его душу или по-другому набор его тел, тонких, фокусирует в утробе матери. И он рождается. В роддоме. А вот эта девушка, которая его провожала и которая включала капсулу, это как раз была та девушка, которая его встретила первая, которая ему понравилась. И он начинает понимать, что если эта девушка была там и снова она здесь, значит он лежит в капсуле. Он сидит в этом кресле и одновременно лежит в капсуле. Он это пытается как-то совместить, но ему это трудно сделать, потому что за время земной жизни он позабывал то, что такое бывает. И тогда у него недоумение и вопрос, который он выражает тем, с кем сидит в медитации. И девушка сидит рядом с ним. А окружающий видит его вопрос. Он спрашивает. Я, значит, лежу где-то здесь, сижу в этом кресле и лежу где-то рядышком? Еще один я? Они отвечают. Да. Он не совсем, он не верит, он пытается в это поверить, и у него возникает горящее желание проверить, увидеть это своими глазами. И он выражает это желание. И тогда девушка встает, подходит к нему, и подходит одновременно другая девушка, и они снимают с него шлем, и она его проводит в тот зал. Они направляются, входят, подходят к капсуле, и он видит самого себя, лежащего в капсуле. И у него вопросы, у него куча вопросов, как это возможно. И девушка начинает объяснять. И объясняет телепатически в образах. Она показывает его. Вот что выясняется, что он вернулся в это помещение, но в более легком теле. В капсуле лежит его грубое четырехмерное тело, а стоит над капсулой легкое тело. И тогда он спрашивает. А я же в той же одежде, что и вы. А. Я же обувь одел и шлем одевал. А они отвечают. Одежда, обувь и шлем сотканы из более легкой материи. Которая не является четырехмерной, а является специально сделанной для тонких тел. Таких, как у тебя. И мы тебя видим посредством ясновидения. Посредством третьего глаза. Но ты не находишься в нашем измерении полностью. В нашем измерении ты лежишь вот в этой капсуле. И он спрашивает. Так я сейчас не человек, я душа. Они отвечают. Согласен. И уточняют. Что ты. Одно из тел. А ты сейчас находишься в одном из тонких тел. Он спрашивает. А что происходит с тем мной, который лежит в капсуле. Они говорят. Ты почти спишь. И видишь сон. Он говорит, спрашивает. Так я уснул здесь. И родился и проснулся на земле. А сейчас вернулся. Я еще сплю. Я еще во сне вернулся к себе, которому сплю. А они отвечают. Примерно так. Он спрашивает. А я могу себя разбудить? Они отвечают. Если войдешь в это тело. Он спрашивает. Как? А как я могу в него войти? Они отвечают. Мы тебе поможем. А он спрашивает. А когда надо входить? Они отвечают. Когда ты выберешь. А он спрашивает. А когда нужно выбирать? Они отвечают. Тебе решать. Нужды нет. Есть твои желания. Что ты хочешь? Сейчас. Он отвечает. Можно досмотреть свою жизнь. Земную жизнь. Они отвечают. Пожалуйста. И провожают его вновь. К тому креслу он усаживается. Опять одевает на него шлем. И он начинает смотреть свою жизнь с момента рождения. Так. Я думаю. О его жизни вы можете узнать из биографических описаний. Наверное и книги про него описали его. Те кто его знали. Близко. Я не думаю. Что стоит описывать. Кто как. Со всеми подробностями. Или с какими были подробностями. Его жизнь. Потому что вы это можете прочитать в интернете. Или в книгах. Так. Возможно. Я завершу. Или завершаю. Этот цикл. Эту серию. Но если у вас проявится желание. И вопросы. О том что было дальше. Или с кем. В каком теле было дальше. Или. Я не знаю. Какие у вас вопросы могут возникнуть. Это вам решать. Или. Так. Потому что. О его жизни. Снимать. Не интересно. Но. Что вас интересует. Если у вас появятся вопросы. Вы можете писать. У меня. На стене. Вконтакте. Под свежим видео. Потому что. Стена закрыта. А комментарии. Открыты. Под видео. И. Если вы пожелаете. Узнать. О его жизни. О его. И. Более конкретно. Опишите. Вопросы. Что вы желаете. Узнать. То я могу продолжить. Но только. И если. Ваш вопрос. Получит. Самое. Самое. Большое. Количество. Голосов. И. Среди. Я. Всегда. Выбираю. Из тех. Вопросов. Которые. Получили. Большое. Сердечек. Я. Мы. Выбираем. Мы. Выбираем. Выбираем. Мы. Выбираем. Мы. Мы. Отвечать. Либо. Вообще. То есть. Мы. Решаем. На. Некоторые. Вопросы. Которые. Получают. Рекордное. Количество. Голосов. Мы. Ответим. Позже. Или. Никогда. Здесь. Все. Колеблется. И. Решается. Каждый. Момент. Мы. Смотрим. Общую. Остановку. Обстановку. В. Этой. Реальности. И. Нужду. Или. Уместность. Ответа. На. Каждый. Вопрос. Набирает. Большое. Количество. Это. Не. Гарантия. Что. Отвечу. Но. Есть. Шансов. У. Все. Таки. Больше. Чем. Тех. За. Которого. Проголосовало. Мало. Народов. Итак. Если. Желаете. Продолжение. Пишите. Спрашивайте. О. Себе. Или. О. Гарантии. Что. За. Ваш. Вопрос. Проголосует. И. Если. Вами. Будет. Предложены. Интересные. Темы. Возможно. Мы. Начнем. Снимать. О них. Видео. И. Даже. Возможно. Новые. Новые. Серии. Сериалы. Серийные. Выпуски. В котором. Был. Предыдущий. Сериал. Про. Известного. Про. Душу. Или. Многомерные. Тела. Многомерные. Юрия. Алексеевича. Гагарина. На этом. Я завершаю видео. До следующих встреч. Пока. Редактор субтитров. Редактор субтитров. КОНЕЦ. Y respective. Ан- Влад.